Водное поло Простейшим языком это гандбол на воде. Одним словом, да, ты правильно сказала, как футбол только на воде. И можно играть и руками, и ногами. То есть мы плаваем в бассейне? Мы плаваем, да, и забиваем, соответственно, гол в ворота противника. То есть ворота, прямо на воде стоят ворота. Конечно, да. Кто больше голов забил, соответственно, та команда одержала победу. А вот скажи, Олег, в Бурятии у нас такое что-то, знаешь, я пока ни разу не слышала. Откуда вообще пришло? Это не было у нас в Бурятии впервые? Да, этого не было. Несмотря на то, что водные виды спорта присутствуют в нашем регионе. Это прежде всего плавание. Вот. Водное поло – это первая секция, которую я открываю в республике Бурятия. Я являюсь кандидатом мастера спорта по водному полу. А где ты учился, вот если у нас, если в нашем регионе нет? Мой адрес не дома, не улица, мой адрес – Советский Союз. Все понятно. Советского Союза. Да, Советского Союза. Я вырос в Советском Союзе. Я вырос в Казахстане, в Алма-Ате. Алма-Ата – это мой родной город. Я учился в училище Олимпийского резерва. И всю школу, можно сказать, с первого класса занимался именно этим видом спорта. Именно в водном полу, а не плавание. Да, именно в водное поле, да. С третьего класса учился в училище Олимпийского резерва. С пятого класса был в составе сборной Советского Союза юношеской по водному полу. В пятом классе? Да, да, да. У нас очень сильная команда. Если рассказать такую советскую историю водного пола, то очень сильные команды ватерполистов всегда были. Это «Динамо Алма-Ата», где я вырос. То есть очень сильная школа именно по данному виду спорта. Это город Волгоград, это город Москва и город Владивосток, на удивление. Почему на удивление? Ну, потому что как бы территориально это находится где-то далеко-далеко на востоке, да, из-за этого. Но состав сборной Советского Союза, он формировался, как правило, из трех команд, из четырех команд. Это «Динамо Алма-Ата», основной состав. Вот ты был именно там. Да, да, да. И взрослые команды, и юношеские команды. Москва, Волгоград и Владивосток. Владивосток в МФ, военно-морского флота. С самого детства, в общем, ты был причастен. Да, с самого детства я в спорте. С самого детства я всегда ЗОЖ, ДВИЖ. ДВИЖ, Париж. Да, да, да. Движение, уважение. Движение, уважение. И как ты решил открыть секцию водного пола именно у нас в Бурятии? Что тебя вот замотивировало? В республике Бурятия проживаю 10 лет. И эта идея у меня возникла с момента своего приезда сюда. Вот. Были попытки, к большому сожалению... Подожди, подожди. А ты откуда вернулся? 10 лет, говоришь, живешь в Бурятии. Я приехал с другого региона. Да. Работал в другом регионе. Потом приехал в ЛАЖД. И приехал сюда, да. Посмотрел, подумал, что-то здесь не хватает чего-то водного, да, чего-то такого пола. Я бурят по национальности, поэтому, когда мне предложили приехать в данный регион, само собой я согласился приехать сюда. Здесь проживаю сейчас уже 11 лет. Вот, да. И возникло желание открыть секцию водного пола. Две попытки, к большому сожалению, не увенчались успехом. Почему не увенчались успехом первые попытки? Как-то не принято у нас в Бурятии. Может быть, люди не поняли, может быть, элементарно не хватило информации. Я думаю, что не хватило информации, наверное, скорее всего. То есть не поняли просто. Нет, дело в том, что когда ты пытаешься развивать направление один, это очень сложно. Вот. Не было какой-то инициативной группы. И мои попытки создания инициативной группы по продвижению водного вида спорта, как водное поло, они просто не увенчались успехом. То есть было достаточно много движений моих, и разговоры, и эфиры в том числе. Но, к большому сожалению, как бы вполне возможно. Нет, была достаточно большая такая активность со стороны наших граждан. Звонили по телефону, спрашивали, когда открывается секция водного пола. Но организационно это не получилось сделать. Вот поэтому, да. А сейчас? А сейчас? Сейчас, слава богу, благодаря единомышленникам, которые сказали, что это интересное направление, давай развивать, это здорово, это новое. Для Бурятии в любом случае это новое. Поэтому мы готовы тебе оказать содействие. И благодаря этим людям все, то есть как бы мы организовали, да, все получилось. Ну, мы запускаемся с 1 мая на базе ФСК. Какой идет набор? То есть ты набираешь взрослых уже мужчин или вот детей? Значит, первоначально идея – это прежде всего создание мужской команды, скажем так, от 16 лет и выше. Ну, взрослые. Да, ну, потому что когда играют сверстники, либо мужчины, это понятно. То есть играть мужчине и ребенку – это будет сложно. Да, согласен. Потому что физически они развиты по-другому, соответственно, разница даже в возрасте и так далее – это очень сложно. Вот поэтому в любом случае формирование первой команды – это мужская команда. Вот. Поступает очень много звонков, соответственно, информации достаточно много уже разместил в социальных сетях. Ну, навыки, навыки, ну, вот элементарные. То есть человек должен уметь плавать. Конечно, конечно. Это прямо вот железно. Однозначно, да. То есть ты не учишь плавать? Я не учу плавать, однозначно. И пожелание, соответственно, к людям, которые придут на секцию водного пола – это в любом случае держаться на воде уверенно. Я не говорю, чтобы это был… Суперполовец какой-нибудь, да? Да, однозначно. Олимпийский чемпион. Но мы провели первую установочную тренировку. На эту тренировку пришли ребята, которые не полцы. Мне было очень приятно, я был очень удивлен, что из них четверо человек достаточно очень уверенно держатся на воде. Видно, что они занимались однозначно плаванием. Они плывут бутерфляем, они плывут всеми видами плавания. Это было круто. Было очень приятно это видеть. Ну, слушай, это же, я так думаю, даже если просто держаться на воде, это уже тяжело. Ну, вот, по крайней мере, вот в какой-то моей вселенной. А это еще и нужно еще держать мяч, еще его куда-то кидать, еще его передавать, какую-то стратегию выстраивать еще в процессе. Это игровой вид спорта. Тем он и интересен, то, что ты не просто плаваешь, разные игровые ситуации возникают. Командная еще. Это командная игра в любом случае, да. Это олимпийский вид спорта, прежде всего. Вот, это командная игра, это игровая игра. То есть, игровой вид спорта, вот, и поэтому, то есть, один ты там ничего не сделаешь, тут есть команда. Вот какие плюсы, такие самые основные, Олег, можешь выделить, вот, занятие водным полом? Ну, в любом случае, это... Спорт, конечно. Ну, да, конечно, это физическое развитие, да, физическая активность. Второе, это в любом случае водный вид спорта, и вода, она достаточно положительно воздействует на организм человека, выносливость само собой. Как бы, ну, наверное, вот эти аспекты. Ну, а что-то вот такое эндорфиновое, вот такое... Не, ну, блин, я думаю, что однозначно это есть, когда ты, блин, когда ты забиваешь гол, когда ты выиграешь игру, и ты понимаешь, что ты лучший, то, само собой, ты получаешь от этого кайф. Здорово. Где проходят занятия, Олег? Значит, секция организована на базе ФСК, базе бассейного ФСК. Понедельник-среда, наши тренировки начинаются в 20-15. А почему так поздно? Ну, дело в том, что это позволяет, прежде всего, крайняя тренировка в бассейне, сеанс, он часовой, а не 45 минут, и это замечательно. Потому что тренировка включает в себя не только какие-то игровые моменты, но и плавательная подготовка, игровые моменты, их нужно тоже тренировать, само собой. Вот, поэтому даже часа достаточно мало для того, чтобы провести полноценную нормальную тренировку. Ну, смотри, ну это же, получается, люди после работы, весь день работали, и потом еще идти, и в водном поле еще играть, и не наоборот, это, знаешь, как-то расслабляет, может быть, заряжает. Вот расскажи, я просто вот не знаю, как это... Хорошо, я скажу про любой вид спорта. Я скажу вообще про спорт. То есть, есть две категории людей, наверное, ну, на мой взгляд. Первая категория людей, которые спортсмены профессионально идут к чему-то, идут к спортивным высоким, стать олимпийским чемпионом, чемпионом мира. Это профессиональный вид спорта, они больше ничем не занимаются. А вторая часть людей, такие, как я, это люди, которые получают моральную разгрузку. То есть, после рабочего дня, как и все, после твоего вопроса, все мы люди, все мы работаем. То есть, спорт и физическая активность, это не повинность, это наоборот. Это не повинность в любом случае, конечно, однозначно. То есть, человек после рабочего дня приходит, он общается в кругу единомышленников, он получает какое-то общение. Он при этом занимается каким-то видом спорта. Вне зависимости, там, это качалка, тренажерка, легкоатлет, там, футболист, либо ватерполист. Он приходит, общается, эмоционально разгрузился, и все замечательно, все здорово, все хорошо. То есть, мы не идем каким-то высотам уже, потому что мы понимаем, что мы не профессиональные спортсмены. Но от общения с единомышленниками мы получаем определенные положительные эмоции. Расскажи что-нибудь про историю водного пола, откуда вообще этот вид спорта? Да, это игра достаточно древняя, она возникла в Великобритании, придумал ее шотландец. К большому сожалению, я не вспомню сейчас имя и отчество, имя и фамилию его. Ничего страшного. Да. Вот. Игра с 1900 года, это точно, это олимпийский вид спорта. Вот. В Советском Союзе основные команды, мировые команды. Эта игра очень развита в Югославии, в бывшей Югославии. Это всегда были чемпионы мира, ну, всегда. Да, и Югославия, и Венгрия. Это две страны, которые держали всегда первенство, да, первенство всегда. И выигрывали на многих международных соревнованиях. Вот. Скажи, Олег, вот спортсмены, которые занимаются водным полом, вот как у них, как у пловцов, широкая спина? Да, конечно. Ну, тут в любом случае, наверное, предопределяет, наверное, та стихия, в которой занимается, как бы, спортсмен. Вы все прекрасно понимаете, что вода вытягивает, вот, то есть все становятся рослые, широкоплечие. Вы видите пловца, он однозначно с широкой спиной. Да, да, конечно. Вот. С длинными конечностями. А расскажи, Олег, про женщин. Вот очень интересно. Женщин. Есть женские команды по водному полу? Конечно, конечно. Вид спорта однозначно. Есть женские, женское водное поло, есть мужское водное поло. Даже мячи. Женский мяч для водного пола, он меньше. По размеру меньше, да. Мячи для мужского водного пола, он побольше. А вот если к вам, можно ли вот записаться с женщиной? Вот если я, например, вот завтра позвоню и скажу, вот, возьмите меня, пожалуйста. Саша, с радостью. После работы можно, да? Конечно. А нужна ли какая-то подготовка? Вот, я не знаю, может быть, как-то подготовиться, размяться? Обязательно. Шапочку, в конце концов, купить себе плавательную? Однозначно, конечно. Я скажу так, что, может быть, повторюсь, значит, само собой, для популяризации водного пола в нашем регионе, я разместил достаточно много информации в социальных сетях. И скажу вам, что достаточно большая активность идет в большей степени не от мужской части, а почему-то от женщин, да, от девушек и женщин. Но скажу так, что команда будет набираться в любом случае, это здорово, замечательно, радует, что активность прекрасной половины человечества, она достаточно такая, как бы, вот, активность активная, масломасляная. Ну, ты знаешь, это мне вот тоже, это меня очень радует, потому что в последнее время как-то у нас здоровый образ жизни, знаешь, как-то очень стал популярен, я бы так даже сказала. То есть, если раньше об этом, как ты знаешь, особо не говорили или как-то даже скептически относились, то сейчас это прямо вот в тренде, знаешь, вот вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, это прямо круто сейчас. Я скажу, что это радует. Это радует, это должно быть так. Спорт должен быть обязательным элементом жизни каждого человека, потому что есть культура, а есть физическая культура. И я думаю, что человек обязательно должен заниматься собой. Почему? Потому что движение – это жизнь, как мы уже сказали об этом в любом случае. И мы каждые должны всегда думать о том, что спортом заниматься необходимо. Потому что спорт полезен, и как бы не хотелось, наверное, в 45 лет загибаться от каких-то болячих, потому что человек постоянно сидит на рабочем месте, не занимается и не ведет активный образ жизни. Не ходит даже. Это очень плохо, да. Это удел ленивых, я, наверное, скажу так. Но выбор каждого человека. Вот поэтому всех наших граждан города Ламуде, людей, которые смотрят эту программу, призывая заниматься собой, заниматься физическим развитием, заниматься спортом, любить себя прежде всего. А спорт – это любовь к себе. Итого вы открываете свои двери официально 1 мая. Да, да. Будет какое-то официальное открытие, может быть? Нет, нет. Или просто это как бы уже можно записаться на тренировку? Уже можно записаться, не будет перерезания ленточки. А жаль. Мы подумаем. То есть 1 мая во сколько? С 1 мая, да, начинает работать секция «Водное поло». Это впервые в Республике Бурятия. ФСК. ФСК, еще раз, да. Это понедельник и среда. Понедельник. Крайние сеансы на 20-15. Здорово. Ну, дорогие наши телезрители, я вас всех призываю. Заняться очень интересным и новым таким для нашего региона видом спорта. И новое утро продолжается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова